Жуй, ананас, рядочек, бужи. Где-нибудь твой последний, точка с красной строки, приходит, бужи. Здесь стоит мечеть, у них причем интересный кирпич. Мы приехали в деревню к Ахмаду. Я хочу украсть их души. Видите, как кофе растет? Его дети скидывают большие куски вниз. Всего за 9 тысяч купили две связки бананов. 4, 3, 2, 1! Время 6 утра, без трех минут, через три минуты выезжаем. А пока у нас завтрак в номере. Че, Миш, чем завтрак? Ананасом. Жуй, ананас, рядочек, бужи. Где-нибудь твой последний, точка с красной строки, приходит, бужи. Что-то такое у нас бужуський завтрак. Че так вам, за цеперы? Блин, вообще мощно. Все мои друзья зацепили рюферы. Просто дети по сравнению с самым простым гражданином Бурунди. Вот типичный представитель местной элиты. Кондуктор, который продает места, зарабатывает деньги. Накопил на машину себе. Сейчас просто может позволить себе ничего не делать. Остановились с ребятами, чтобы посмотреть, как вообще местные живут. Здесь стоит мечеть. Строится вот фундамент. Они смотрят, выложили от фундамента слой. А вот ребята строят храм. У них причем интересный кирпич. Он сырец. А если вы замечали, на домах, смотрите, он от воды постепенно размокает. И получаются такие вымоенные в кирпиче. Здесь он не обожженный, либо обожженный слабо. В общем, Ахмат поехал с нами показать, где он живет. Миша уговорил его, что если он сейчас покажет свой дом, то к нему приедут туристы, и он заработает много денег. Мы приехали в деревню Кахмаду. Деревню с шикарным видом. Он, короче, купил себе дом специально, чтобы у него был вид с горы, с такой. С офигенно большой горы. Вот так вот носят. На самом деле не очень тяжелые, но они пустые просто. Эту женщину зовут Дивен, и она несет эти горшки на продажу. Каждый горшок стоит всего одну тысячу франков. Это какие-то копейки. Я покупаю у нее эти горшки, и сейчас постараюсь пройти с ними. Свою. Не повторяйте это дома. Не повторяйте это дома, да. Это опасный трюк, выполняется профессионалами. Я не могу, друзья, не могу. Ну, отцепи руки. Давай я попробую. Полшага ты сделал. Я сделал полшага, да. Дома у них прямо посреди кофейных плантаций. Видите, как кофе растет? Вот кофе, а вот бананы сразу же. Там же есть кукуруза. Все, больше они ничего, в принципе, не выращивают. Каждый запуск дрона сопровождается целым событием. Остались в городе. Я как собрался, весь город пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай мне флайк. Да. В общем, они еще ничего не подозревают, но я хочу украсть их души. И специально для этого всех загоняем в кадр. Все, больше желающих собирается, чтобы посмотреть запуск дрона. Практически как запуск с Байконура, космического спутника. Миша чувствует себя космонавтом. К нему приковано столько же внимания. Слайд! 4, 3, 2, 1, go! Это целый прайзик в деревне. Смотрите, какое крутое место. Каменоломня. Здесь камень добывают так же, как и 10 тысяч лет назад. Сейчас пойдем тоже попробуем, может нам удастся что-нибудь сделать. Видите, сначала большой человек рубит большие камни. Его дети скидывают большие куски вниз. Они дробятся попутно. И потом дробят их внизу молотами. А мелкие дети уже щебенку относят и раскладывают кучками. То есть они продают как щебенку, так и крупные камни. Мы остановились купить себе обед. Эти 4 тысячи, эти 5. Окей, всего за 9 тысяч купили две связки бананов. Одни маленькие, вот такие. И одну большую. 9 тысяч это примерно 3 доллара. Что, Миш, какой выбираешь? 6 евреев от Рома Куре. Давай, потом я обрюшу, я обрюшу. Приятного аппетита. Короче, купили на остановке маракуйю, бананов, 100 тысяч килограммов по шашлыку. Как, Миш, шашлык тебе? Шашлык зачетный. Он горячий? Он теплый, теплый. Вкусный шашлык. 2 тысячи, это меньше доллара стоит. Ром, на сколько мы попали? Сказали, что оплатите штраф 600 тысяч без совместных, либо от месяца до года в тюрьму, по усмотрению судьи. Но мы немножко поторговались и подарили им полицейский шеврон. 50 тысяч, это где-то 12 долларов. Но зато взамен я выторговал вот такую книжку с правилами. Здесь есть все правила, в том числе, которые мы нарушили, и сразу с ценами. Вот это вот наш обгон, короче. Штраф от 100 до 600 тысяч, и либо тюрьма от одного месяца до года. New Classic Hotel. Возможно, наше пристанище на сегодня. Мы в городке Мбарара, выбираем себе место ночлега. Смотри, по крайней мере, тут есть кондиционеры. И охрана. И охрана, да. Правда, без оружия. Номер стоил 22 доллара. Вот такой номерок. Крутой. Две кровати. Один туалет. Туалет вот такой. Не очень прикольный. Но нормальный. С запахом. Все как полагается. И вот такие сеточки. Мамы крутем на скитные. То есть сейчас ложимся спать. Завтра утром. А с новым чимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...